Подземный гриб, который спрятался под уровень почвы для защиты своих драгоценных фор и искачающий сильный запад. И вот с этой штуки, но не с теми трюфелями, с которыми знакомы мы, условные европейцы, столкнулись с перестановлением в 13 веке, когда они увидели как бедуины, после дождей, прямо в песках, собирают какие-то странные клубни, которые выглядят как картошка. И это было их первое знакомство с пустынным, он же степной, трюфелем. Степные или пустынные трюфели, они обладают гораздо более слабым ароматом и гораздо менее долговечие, чем классические европейские трюфели. Но все равно это, безусловно, деликатесная история, прямо ароматическая. И, подсмотрев за бедуинами, как те собирают, с удовольствием едят, перестановлась, тоже попробовали, и офигели. То есть это был такой продукт, который просто не с чем по своим вкусам, ароматическим характеристикам сравнивать. И дальше на протяжении почти 100 лет, несколько поколений, пытались ввести степной трюфель в Европу, а он не ввозится. Потому что три дня – это максимум времени хранения, которое он может позволить тому, кто его везет. Его пытались ввозить в серебряных ларцах, потому что серебро останавливает гниение. Его пытались ввозить в меде, потому что мед – это отличный консервант. Но в итоге все равно ничего не получалось, он начинал гнить изнутри. И, в общем, довольно-таки разочаровавшись в этой истории, попытки оставили. Но в какой-то раз какие-то из крестоносных боевиков, вернувшись домой, обнаружили, что их пастухи. А тогда еще тогда были полудикие, такие были несовременные розовые сальные свинзы, а в общем такие щетинистые полукабаны. Они обнаружили, что пастухи следят за кабанами на дубовую капушку. И когда те откапывают что-то такое странное, круглое, отнимают у них, тащат домой, и там что-то из них готовят. С большим удивлением ребята обнаружили, что практически тот же самый трюфель, который несколько поколений, и они выходили лишь легенды, в Европе это попробовать не удавалось, растет буквально у них под ногами. И с этого момента началась история черного трюфеля Европы. Резкий причем чеснок, не чистый, а лицин. Вот этот благородный аромат чеснока, со всей резкостью. Старые носки, очень давно ножиные. И тухлый сыр. И добавить еще капельку ацетиленчика, немножко от запаха асфальта, вот тут примерно получится аромат белого трюфеля. И он невероятно могучий. Если мы разрежем черный трюфель, ну да, то есть его как коньяк, если мы его только вытащили из земли, его надо погреть в руке, и чтобы он раскрылся, чтобы он выдал свой аромат и все такое. Но, вот если мы берем белый трюфель, то с ним мы столь ровно, как с одеколоном, как с духами. Вот если я, допустим, буду стоять, ой, здесь, а вот юное дарование в красной футболке будет сидеть там, то если разрежут черный трюфель, запах может не дойти. А если я возьму и разломаю белый, то как вы думаете, через сколько почувствовать юное дарование аромата? Несколько секунд. Еще есть варианты? Мгновенно. Мгновенно, да, именно так. То есть запах настолько мощный и настолько быстро распространяется, что это реальная история духов. Вот, и, конечно, такое никто не ел, пока не появился один великий человек в Италии в первой четверти прошлого столетия, которого звали Джакомо Морро. Джакомо Морро. И, в общем, он был таким скучающим рантье, он думал, чем бы ему заняться, и туда смотрел, и сюда смотрел, и потом сказал, о, магнум, трюфель, который я сделаю великим. Ну, все сказали ха-ха. А он сказал, нет, не ха-ха. Этот гриб будет не только величайшим грибом Италии, но и величайшим грибом мира. И он сделан. Значит, что, как действовал этот чрезвычайно талантливый человек, которого я считаю, на самом деле, начальником маркетинга. До всех чувств, американских историй и всего остального. Он построил кафешку и открыл ее в 30-м году. В 1930-м году. Это еще до маркетинговой истории. Да, если мы возьмем Соединенные Штаты Америки. И объявил, что он объявил на весь мир, что он дал объявление газеты, что он начинает торговать самым величайшим деликатесом всех времен и народ. Гриб собирает не только грибы, а еще и трюки. И делает это профессионально. Поэтому я с ним применю, если окажется, это будет Сергей. Гухомор очень плотный. Я прямо реально жму на него, а вы знаете, как я могу нажать. Красивый гриб. Но вместе с ним пришел его смертельно ядовитый двойник, который называется мухомор гриб. Главное отличие мухомора яцевидного, его, кстати, в общем, уже не на грибе, причем не только. Включается вот в чем. Смотрите. Во-первых, мухомора близкого, который смертельно ядовитый, вот это вот больво, мешочек, с которым вылезает гриб, почти вся целиком такого бура-рыжего-оранжевого цвета. Здесь мы видим, что все совершенно белое. И самое главное, там, где у обычных поморок пластинки прикрывает нормальная пленка, будущее кольцо, этот гриб так делать не умеет. У него вместо защищающей пленки такая творожистая, немножко сметанообразная масса. Вот смотрите, буквально как ворога. Как будто ворогом покрытие и ножки гриба и закрытие пластинка. Вот я сейчас его сковырну. Прямо свежий творог, видите? Как будто густые сливки ты размазываешь, получается на самом деле довольно приятный вкус. Подождите, его можно попробовать? Вот. Поэтому смотрите, если вы нашли такой с виду шампиньон, правда? Шампиньон. Но у шампиньонов не бывает в мешочках на мушке. Да, и уж точно шампиньоны не покрыты вот этими сметанными сливками. Очень красиво. Они скореются до самого-самого пожилого возраста гриба. Ну, в принципе, это обалденная вещь. Если окажетесь на югах и найдете такую штуку, то всячески рекомендую, что покушать? На гриль. Это огромный интерес. Может, мы попросим? В Турции, в Италии, когда они еще особенно молодые, и не разорвали это яйцо, и находятся внутри, их просто кидают на две минуты на гриль, так же, как в Цезлинске мухоноке. Да, в них нет. То же самое. На гриль, повернули, чуть-чуть так, небрежно, небрежно прыснули на него морской солью, и все. Получается охрененная штука. Ну, пахнет, ну, все. Похож на лепрак. на свинушку. Вот, молоденький, да? На свинушку, да, похож, поэтому и запах на него похож. Липидную эту свинушку. Ну, в общем, вот, просто еще. С прям на гриль и вкус. Так. Вы на дом? Вот, потому что я грибник здесь, вот, и реально, я тут поехал на рыбалку две недели назад, когда у вас видите, а? Нет, в YouTube нет, но есть Instagram, где-то нет. Там, да, на YouTube. Ага. И все можно... Скажи, да, сам, кого-то. что-то, 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 всем привет. Продолжаем нашу грибную инструкцию по грузии. Сейчас мы находимся в районе Пантеане. Ну, пошли в горный лес. Лес очень хороший. Здесь он реально смешаный. Листовное деревье полное. Ну, вот, что-то, что-то нам начинает попадаться. Не мог пройти мимо. Хочу вам показать, как растет классический подгруздок. Да? Знаем, что подгрузки, такие садонистки, которые похожи на подгруздки. В системе лещ под лещик, да, у нас груз подгруздок. Вот, смотрите, как растет любой уважающий себя подгруздок. Он не парится, он, вылезая из земли, поднимает на себе все, что есть в нагнике. Поэтому подгруздок это самый рязный, самый неряшливый, самый такой свинячий гриб. И иногда отчистить его бывает достаточно проблематично. Вот, смотрите, я сейчас убираю весь плесной мусор, который он на себе приподнял. Вот, у нас показываются две здоровенные сыроежки. И посмотрите, какая беда у них по середке. Очень часто не помогает ничего, ни отмачивание, ни какие-то там мочалки достаточно жесткие.